То, как мужчина одевается, не имеет значения, не, важны мои навыки и то, что я хороший человек. Если бы я получал доллар каждый раз, когда слышу эту фразу, то я стал бы мультимиллионером. Я согласен с этими словами, но проблема в том, что всем все равно, какой вы человек. Реальность такова, что люди привыкли давать оценку, основываясь только на визуальной составляющей путем эвристики. Это значит, что мы используем шаблоны из прошлого и нашу историю и пытаемся принимать решения, основываясь на этом. Верно ли утверждение, что успешен тот, кто хорошо одет? Нет. Но это стимулирует нас идти к успеху и экономит когнитивную энергию. Правило номер один – стиль имеет значение. Внешний вид и самоподача имеют большое значение. Порой он важнее, чем ваша речь или знания. Сегодня, джентльмены, мы поговорим о правилах в стиле, которым твой отец должен был научить тебя. Я снова подчеркну первый пункт, если вам все равно и вы не собираетесь принимать шаги, чтобы улучшить свой имидж, отсюда вытекает правило номер два. Что важно в стиле? Я выделил три части. Первая – физический образ, это одежда, аксессуары и уход за собой. Второе – манеры. Это язык вашего тела, то, как вы двигаетесь и контролируете свое тело и в какой позе стоите. Все эти вещи входят в то, что люди считают самопрезентацией. Например, если вы наденете костюм за 2000 долларов, но при этом будете сутулиться, то тут же потеряете всю свою мощную энергетику. И третья часть вашего стиля – это ваша речь. То, как вы говорите. Я уверен, что вы видели подобное. Когда парень с важным видом ходит в комнату, открывает рот и мямлит, то его авторитет резко падает. И я не о речевых дефектах, а о том, что он двух слов связать не может, не запнувшись. Парень не практиковался в разговорной речи. У меня был хороший друг в армии. Было смешно каждый раз, когда он открывал рот, потому что он звучал как деревенская девушка. Каждое второе слово было словом «как». Это звучало так плохо, что никто уже не обращал внимания на то, какие умные вещи он говорил. Большинство из нас просто смеялись. Я к тому, что стиль – это намного больше, чем просто образ. Вы также должны обращать внимание на то, как вы говорите. Далее подтверждайте слова делом. Действуйте. Начните практиковаться в том, чтобы хорошо одеваться и говорить. Возможно, вы много читали об этом в журналах и книгах, смотрели и в моих видео, но это просто знание, застрявшее у вас в голове. Вам нужно привести это в действие. Если вы часто смотрите мои видео, то знаете, что я всецело за практику. И что случается, когда вы начинаете практиковаться? Вы будете совершать ошибки. Но все же вы учитесь и действуете в правильном направлении. Я буду использовать себя в качестве примера. Я не с рождения все это знал. Я самоучка. То, к чему я стремился, было ежедневное улучшение, чтобы в конце года быть лучше. Это инвестиция в себя. Вот, например, часы. Пять лет назад я даже не носил часов. Но сейчас я без них никуда не выхожу. У меня даже есть линия загара, чтобы доказать это. Началось это пять лет назад, когда одна компания отправила мне часы. Я начал носить их, и мне понравилось. Внезапно мне стало приятно проверять время на запястья. Я начал интересоваться часами, читать о них. Я даже написал целую электронную книгу. Я выкладываю видео, помогая мужчинам выбирать часы, учитывая их образ жизни. Суть в том, чтобы начать действовать и совершенствоваться каждый день. Следующее правило. Подбирайте одежду под свое телосложение, а не под образ мечты. Знаю, что вы планируете сбросить или набрать 10-15 килограмм. Главное убедиться, что одежда, которая у вас есть, подходит вам. Пусть вещей будет мало, но они вам подходят. Большинство парней не носят слишком обтягивающую одежду, так как это неудобно. Но слишком свободная одежда – это эпидемия. А теперь это даже модный тренд. Не перебарщивайте. Будьте осторожны с этим. Носите одежду, которая будет скрывать недостатки. Если у вас большой живот, вам захочется носить одежду, которая будет увеличивать плечи. Поэтому пиджаки или рубашки с длинными рукавами скрывают дряблые формы, но это не поможет скрыть все. Крупный мужчина не будет выглядеть тощим. Тем не менее, быть крупным и толстым – разные вещи. Я стремлюсь к тому, чтобы помочь вам понять, как носить одежду, чтобы хорошо выглядеть. Работайте над телом, чтобы избавиться от жира, но до тех пор носите одежду, в которой будете выглядеть наилучшим образом. Твой отец должен был рассказать о пирамиде стиля. Нет? Черт возьми. Эта пирамида состоит из трех частей. Итак, вы знаете принцип Паретта, согласно которому 20 процентов дает вам 80 процентов. Здесь 20 процентов стиля даст вам 80 процентов успеха, если ваша одежда подходит вам. Я имею ввиду качественную одежду, которая облегает ваше тело и просто заставляет вас хорошо выглядеть, и это больше, чем просто костюмы. Это все равно, что найти шорты нужной длины. Функция заключается в выборе подходящего предмета одежды для данного случая. Если вы собираетесь на собеседование, но это обычная компания, вам не нужен костюм. Наденьте то, в чем вам будет удобно. Когда вы выбираете обувь, сделайте так, чтобы обувь сочеталась с одеждой. Бывает так, что сочетание слишком нарядной обуви с повседневной одеждой приводит людей в недоумение. Вам ведь этого не хочется. Поэтому зафиксируйте эти три вещи. Пригодность, функциональность, материал, пирамиде своего стиля, и ваша одежда отойдет на задний план, а вы будете сиять. Следующее. Узнайте дресс-код. Если вам говорят, что его не существует, они ошибаются. Он есть всегда, иначе бы все были голыми. Но даже у нудистов есть свой дресс-код – быть голым. Ключевое здесь, что куда бы вы ни пошли, везде есть ожидания от вашего внешнего вида. Я люблю дресс-коды. Взять, например, свадьбу. Или деловую встречу. Вы всегда будете знать, что надеть. Из-за непонимания правил дресс-кода многие парни сбиты с толку. Убедитесь заранее, какой внешний вид ожидается, и как вы можете ему соответствовать. Следующее правило – определите посыл, который внешним видом вы хотите отправить миру. Вы работаете в компании и понимаете, как вам одеться, чтобы соответствовать. Внешний вид, одежда – это ваша презентация. Может быть, вы юрист, который работает в строительной компании. Это значит, что вы должны одеваться как строитель. Определенно нет, вы следите за документацией и делами многомиллионной компании и следуете правилам делового дресс-кода. Вы понимаете, какой костюм вам надо надеть и как выглядеть. Как юрист, вы будете, вероятно, одеты лучше всех в компании. Также генеральный директор компании должен одеваться соответствующе, потому что находится на рабочем месте. Допустим, вы бизнес-консультант высокого уровня из Нью-Йорка и приехали в Мумбаи. Вы поймете, что одеваться нужно по-другому, потому что там другая погода. Дресс-код зависит от вашей культуры, положения, погоды и другого, но помните, понимать его нужно всегда. Затем подумайте, как вы себя преподнесете обществу. Подумайте о дресс-коде в внешнем виде, потому что с помощью него вы уже можете заявить о себе как о профессионале. Вне зависимости от типа вашей деятельности, всегда будут определенные правила и ожидания. Вы можете улучшить впечатление о себе даже правильно подобранным ароматом. Встречают по одежке, как вы знаете. Итак, господа, если вам нравится видео, нажмите лайк, покажите Ютубу, кто здесь босс. Господа, серьезно, если вы оставляете комментарии, то это помогает мне. Я понимаю, в какую сторону двигаться, что нужно улучшить. Мне нравится, когда вы что-то пишете, даете фидбэк. Так что поставьте лайк и напишите комментарий для бездушного алгоритма. Идем дальше. Трата денег не делает вас стильным. Не имеет значения, в каких лейблах вы ходите. Костюмы, часы, все дорогие вещи не дадут вам ничего, если вы не уверены в себе. Аксессуары потеряют свою магию. Я видел парней в костюмах за тысячи долларов, которые им не подходили. Они ужасно выглядели по сравнению с уверенным парнем в простом, но подходящем костюме. Вы также можете делать и выглядеть отлично. Деньги не могут купить стиль, но они могут вам посодействовать, выглядеть лучше. Например, вы можете заказать пошив костюма. Если у вас, как у студентов, немного денег, но есть время, то откладывайте. Но если времени нет, то придется искать одежду подороже, чтобы соответствовать ожиданиям в определенном месте. Найдите хороший магазин, где вам подберут отличный костюм. Только в таких случаях деньги могут улучшить стиль. Но не забывайте, что больше тратить не значит быть лучше. Следующее, одевайтесь в соответствии с тем, какое отношение к вам вы ожидаете. Если у вас с женой годовщина, выглядите как мужчина. Если вы оденетесь как мальчик, то и относиться будут так же. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Если с вами случалось подобное, дайте нам знать в комментариях, чтобы другие знали, что так действительно бывает. На днях я был в хорошей компании, и меня спросили, работаю ли я там. Было приятно, так как я был хорошо одет, и люди подумали, что я ее представитель. Хотя, на самом деле, я просто решал свои дела. Так что помните об ожидаемом в компании или любом другом месте в дресс-коде. Одевайтесь так, как вы хотите, чтобы к вам относились. Научитесь управлять своей одеждой. Довольно просто, правда? Следующее правило стиля, которому должен был научить вас отец, в жизни есть времена года, поэтому не бойтесь, если ваш стиль будет изменяться под них. На самом деле, пока вы молоды, экспериментируете, развлекаетесь. У меня был друг по колледжу, Скотт Ти Джей. Этот парень прошел путь от ковбоя до прятного джентльмена. Он менялся каждый год, каждые несколько месяцев менялся его стиль. И я не говорю, что мы на самом деле как бы подшучивали над этим, но он все равно двигался. Суть в том, что вы не узнаете, пока не попробуете. И по мере того, как вы становитесь старше, ваш стиль продолжает развиваться. Ваша кожа и волосы начинают менять цвет. По мере того, как вы становитесь старше, вы определенно обнаружите, что пора переходить на другие цвета. У меня есть дети, и я знаю, что по умолчанию перешел на более темную одежду. Почему? Ну, грязные маленькие ручки не так сильно пачкают темную одежду. Да, в какой-то момент я снова начну носить белые рубашки и много светлой одежды. В жизни тоже есть сезоны. Далее, копирование. И здесь вы смотрите на комбинации нарядов, которые собирают другие и копируете. Это действительно помогает, но вам не обязательно этого придерживаться. И многие люди беспокоятся, что если я сделаю так, люди заметят, что я копирую Джорджа Клуни или Криса Пайна. Нет, никто не заметит. Может быть, Гарри Стайлз, если копировать некоторые его образы, потому что они немного сумасшедшие. И поверьте мне, всякий раз, когда вы копируете образ, вы укрепляете уверенность в себе и начинаете, действуя, учиться. А затем, после того, как вы проделали это какое-то вы сможете самореализоваться. Начнете чувствовать, какой у вас стиль. Когда я надеваю этот костюм, чувствую себя на миллион баксов. И вдруг начинаешь лучше понимать, какой образ ты хочешь создать. Опять же, внутри копирования можно особенно подчеркивать отдельные элементы. И вот здесь человек действительно может начать развивать свой личный стиль. Хорошо, господа, итак, если вам понравилось сегодняшнее видео, вам понравится это. 11 навыков, которым я хотел, чтобы мой отец научил меня. Как и у некоторых из вас, у меня не было отца. В этом видео я делюсь с вами навыками, которые я хотел бы приобрести в молодости. И даже если вы постарше, вам понравится это видео.